Здравствуйте! С вами обзор прессы и в ближайшие 5 минут мы расскажем о самых интересных публикациях и о событиях, которые стоят за ними. Гиперактивные дети. Повод бить тревогу? Генпрокуратура, ГИБДД не указ. Ваучеры возвращаются. Гиперактивные дети. Современные родители все чаще сталкиваются с проблемой. Их ребенок никак не может сконцентрироваться, слушает в полухо и постоянно отвлекается. Является ли это нормой и чем может грозить, рассказал журнал «Итоги». Природный темперамент умиляются родные и часто заблуждаются, потому что это недуг со сложным названием синдром дефицита внимания с гиперактивностью. На сегодняшний день существуют, пожалуй, три основные гипотезы происхождения болезни. Первая – генетическая. У детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью выявляются аномалии в структуре генов дофаминового рецептора. Избыток или недостаток дофамина ведет к изменениям в психике человека. Близка к этой гипотезе вторая – нейрохимическая. Согласно ей, синдром вызывает нарушение метаболизма того же дофамина и норадреналина. Сторонники еще одной концепции, нейропсихологической, доказывают, что во всем виноваты отклонения в развитии высших психических функций, отвечающих за моторный контроль, внимание и оперативную память. Однако сторонники всех трех гипотез сходятся во мнении, что первопричина гиперактивности – так называемый фактор цивилизации. Мы живем в эпоху избытка информации. Ребенка буквально с пеленок сопровождают телевизор и компьютер. Уже в детском саду дети постоянно на связи, постоянно с мобильным телефоном. Такое обилие мелькающих картинок и отрывочной информации приводит к нервной возбудимости. Плюс к этому кризис традиционной семьи, где роли матери и отца размыты и даже меняются местами. Чем стремительнее, суматошнее и технологичнее жизнь, тем больше появляется на свет гиперактивных детей. Как и в каком возрасте нужно и можно диагностировать этот синдром, чего ждать в будущем от такого ребенка, подробнее в материале итогов. Министерство внутренних дел не будет вводить временной норматив прибытия инспекторов ГИБДД на место аварии, хотя ранее на этом наставила Генпрокуратура. Такую любопытную новость приводит портал Инфокс со ссылкой на Коммерсант. Норматив прибытия сотрудников в госавтоинспекции на место ДТП разработать невозможно, оправдали с ГИБДД. Каждый регион имеет свои условия. В столице они одни, в отдаленном районном центре другие. Скорость прибытия инспекторов зависит от климатических условий, расстояния, плотности движения, состояния дорожного покрытия. С предложением разработать подобный норматив ранее выступила Генпрокуратура, направив предложение в МВД. Надзорное ведомство заинтересовалось причинами, почему из-за мелких дорожных аварий парализуется движение в городах. Водители иногда вынуждены ждать инспекторов по несколько часов. Однако ГИБДД эта инициатива пришлась не по душе и было решено оставить все как есть, безо всяких ограничений. Неясно вот что, почему нельзя в каждом конкретном регионе ввести свой норматив, в зависимости от климата, качества дорог и количества экипажей ДПС. Пусть это будет час, но за него будет применяться дисциплинарное взыскание. Кемеровчанам снова предлагают ваучеры. Подробности публикуют МК в Кузбассе. В одном из крупных кемеровских магазинов, владельцем которого является иностранная компания, покупателям начали выдавать ваучеры. В принципе, ничего страшного, как выясняется из материала МК, не произошло. Просто сомнительный маркетинговый ход. Так магазин называют купоны, дающие право на скидку на последующую покупку в данной торговой точке. Однако все мы, особенно кто постарше, помним слово ваучер не как долговую расписку, а именно так это слово переводится с английского, а как инструмент кособокой и беспощадной российской приватизации 90-х годов. Пока не ясно, будет ли пользоваться успехом эта акция, но повод для ностальгии получился очень неплохой. С вами был Иван Тельтевский с обзором пресс. Увидимся на следующей неделе и будьте в курсе новостей.